Замок, который находится сзади меня 17 века. Очень, конечно, интересно посещать в любом случае любой замок, любую историю. Находится он в городе Кальмар. Волею судьбы оказалась я здесь. К сожалению, это не просто путешествие. Но, конечно, не могу не показывать вам красоты и исторические какие-то места, раз я уже здесь есть. Город Кальмар, один из самых исторических мест и один из самых древних городов в Швеции. Он находится на берегу Балтийского моря. Достаточно туристический. Помимо замка, который находится рядышком, здесь есть еще и собор, и острова. Один из самых длинных мостов к одному из них, более 6000 метров, тоже находится здесь. Так что, если вы оказались в Швеции, запомните очень легкое название города Кальмар. Не знаю, как правильно произносится Кальмар или Кальмар, но называем мы его так. Сколько здесь уток! Красиво! И чайки, и утки. Они ловят просто на лету. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там хотела попасть в зал, а мечты сбывались. Ну, идем. Вова, скорее всего, выглядела так. Примеряем корону. Мы попали в спальню. Там, наверное, были свечи. Камин. Шкаф какой. Еще камин. В каждом зале был камин. Играли в шахматы. Да, Даша? Мам, такие же шахматы были в Гарри Поттере. Ты ее не заметила? Не знаю. А там, такие настоящие люди хотели. А-а-а. Что ели короли? Леведь, рыба, груша, крабы, утки. Торты. Музыка. 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 Узники. Есть вот такой зал, скорее всего. Замок, конечно, с видом на море. Замок. Хотела немножко рассказать по поводу этого замка. Как и любое такое место, очень атмосферное. Жаль, что сегодня, к сожалению, нет гидов. Аудиогидов я здесь не нашла. Помимо моря, с одной стороны, рядышком небольшое озеро, где можно покормить уток. Такое вот место просто релакс, релакс, релакс. Причем это не то, что нужно сюда как-то очень далеко ехать. А вот вы только выходите с ЖД-станции. Так как мы ехали от Стокгольма сюда. Кстати, если ехать на поезде, то это в районе 5 часов с одной пересадкой. Если ехать, то сразу открываются двери поезда. И у вас через дорогу этот потрясающий замок. Конечно, рядышком ров. В общем, однозначно рекомендую к посещению. Даже не только в целях истории, а вот просто очень такое спокойное, атмосферное место, где можно не просто повродить с удовольствием, а и просто посидеть, посмотреть на море, послушать чаек. И не только подумать о чем-то своем. Субтитры сделал DimaTorzok